В Нью-Йорке стартовало мероприятие, которое еще до открытия было признано одним из важнейших экономических событий этого года. Белорусско-американский инвестиционный форум собрал бизнесменов и официальные лица двух стран, чтобы обсудить новые возможности для сотрудничества. Двусторонняя торговля между нашими странами в годовом исчислении превышает миллиард долларов. Однако ожидается, что нынешние переговоры усилят дальнейшее развитие двустороннего партнерства в инвестиционной сфере. О всех подробностях уже состоявшихся встреч и договоренностей готов поведать из Нью-Йорка Алексей Адашкин. Леша, вам слово. Здравствуйте, Ольга. Первый белорусско-американский инвестфорум проходит в самом сердце Манхэттена на 42-й улице в одном из крупных отелей. Можно сказать, что мероприятие вызвало широкий интерес у представителей бизнеса Америки. Если предварительно на форум было зарегистрировано почти 200 бизнесменов и предпринимателей, то уже сегодня с утра организаторам пришлось допечатывать новые бэджи и вносить в списки новых, примерно 50 новых участников этого форума. Еще накануне форума было заявлено, что он должен помочь активизировать торгово-экономическое сотрудничество. А сегодня из уст участников прозвучало и слово перезагрузка отношений. Good morning, ladies and gentlemen. I am happy to be here. Нам бы очень хотелось, чтобы эта встреча, которую мы сегодня проводим, была не разовой, чтобы у нас были последующие встречи и контакты, как на американской земле, так и в Белоруссии, а может быть где-то и на платформе третьих стран. То есть я за то, чтобы наши встречи, наши контакты стали хорошей традицией. Я думаю, что из числа, в том числе присутствующих в этом зале, могут быть успешные бизнес-проекты с вашими компаниями, потому что мы всегда на протяжении, это у нас генетически уже в белорусской нации, на протяжении многих столетий стремимся добросовестно относиться к партнеру и, безусловно, выполнять все взятые до себя обязательства. Двусторонняя торговля товарами и услугами между нашими странами уже превышает цифру в 1 миллиард долларов за год. Американцы – одни из самых активных инвесторов. С участием капитала из-за океана в Беларуси работает 380 совместных предприятий. Форум – это начало всей той важной работы, которую предстоит провести нашим странам. Это первый шаг в улучшении сотрудничества между бизнесменами и между нашими странами. Наступают волнительные времена для нас. Очень приятно видеть здесь столько людей и столько возможностей. На мой взгляд, самая плодотворная сфера для сотрудничества между нашими бизнесменами – это сфера высоких технологий, где активно применяют свои навыки и умения высокообразованные белорусские кадры. Это IT, промышленность, продвижение финансовых идей. Это начало, и, надеюсь, все продолжится успешно. В Нью-Йорк прилетела представительная делегация во главе с премьер-министром. На форуме представлен и Банк развития, и Минфин, и Нацбанк, и Парк высоких технологий. Свои возможности представил и новый для нашей страны проект – китайско-белорусский индустриальный парк. Соединенные Штаты Америки – ведущая экономика в мире, и инвестиции из США работают во многих странах мира. И Беларусь не является исключением. Вместе с тем, потенциал нашего сотрудничества еще не исчерпан. И мы видим тот интерес, который есть у инвесторов из США, как к рынку ценных бумаг Беларуси, так и к вложениям в реальный сектор экономики. Уже вчера премьер-министр провел ряд встреч, на которых обсуждались возможности увеличения поставок нашей техники на рынок Соединенных Штатов и Канады. Кстати, о технике. Пока что Беларусь наиболее активно сотрудничает с США в сфере высоких технологий. Не секрет, что белорусские программисты привлекаются для создания программного обеспечения для многих заокеанских корпораций. Однако и отечественным тракторам нашлось место на американском рынке, где уровень конкуренции производителей техники весьма высокий. Канадский и американский рынок, ни для кого не секрет, это самый емкий рынок в мире. Он самый конкурентный и в него очень трудно внедриться. Но с другой стороны, когда ты в него внедряешься, он и самый надежный, и самый постоянный. Потому что фермерство здесь получает государственную поддержку. Во времена Советского Союза на североамериканском рынке продавались порядка 4 тысяч тракторов под маркой «Беларусь». Мы верим, что в ближайшие 2-3 года с той помощью, которую мы получаем от тракторного завода, от моторного завода, от белорусского государства, в лице организаций, как «Белых земгарант» и «Промоагролесинг», мы сможем вернуться на этот рынок. В этом году мы сделали первый шаг и дойдем порядка 100 тракторов. И будем постепенно наращивать эти объемы и далее. Формат форума постарались сделать максимально удобным для участников. Минимум официальных речей, максимум продуктивных диалогов. Все выступления разделили на три блока. Первый посвятили инвестиционному климату, второй отвели для сектора IT и науки, а в третьем разговор шел о преимуществах Беларуси как участника таможенного союза трех стран. По моему мнению, Беларусь – это потенциально очень выгодная и интересная страна для любого бизнесмена, который работает в США. Я посещал вашу страну и понимаю, как работает ваша экономика, понимаю ваш народ и возможности, которые имеет Беларусь. В особенности хорошая перспектива имеет новый индустриальный парк, который вы запускаете. Этот проект интересен для тех компаний, которые планируют экспортировать продукцию в соседние с Беларусью страны. И я уверен, что данный форум – очень важный и полезный шаг по продвижению сотрудничества между Беларусью и США. Отдельно стоит отметить, что организаторы этого форума решили сделать его максимально современным, модным и, как говорится, отвечающим требованиям времени. Было специально разработано особое приложение для мобильных телефонов и планшетов. В нем есть программа форума, персонали участников, тех, кто выступает за трибуны, и даже материалы об инвестиционном климате в Беларуси. Результаты этого форума будут… о них можно будет говорить ближе к вечеру. В Минске будет уже поздняя ночь. Контрактов здесь подписано не будет, и форум не для того создавался. Это больше мероприятие ознакомительно, однако сейчас некоторые участники говорят о том, что после форума в Беларуси можно ожидать топ-менеджеров американских компаний с ответным визитом тех бизнесменов, которые присутствовали здесь сегодня на первом белорусско-американском инвест-форуме. Ольга. Спасибо, Леша. На прямой связи со студией из Нью-Йорка был Алексей Адашкин. Там сегодня стартовал белорусско-американский инвестиционный форум. В Нью-Йорке…